В эфире программа «Журналисты» и с вами студия Михаил Спивак. И Тайя Книщева. Сегодня говорим о легализации марихуаны в Канаде. Итак, уже 17 октября в Канаде можно будет свободно продавать и приобретать марихуану. Власти страны считают, что это позволит уничтожить черный рынок канабиса и снизить уровень его употребления среди подростков. А хорошая новость, как считаете? Миш, а как ты думаешь, это хорошая новость? Пока что я не вижу логики между легализацией марихуаны и снижением уровня его употребления. Наоборот, я считаю, что если она станет доступна любому и каждому, то это приведет как минимум к росту. Я не знаю, будет ли это катастрофический рост или нет, но он должен произойти. Ну а как насчет того, что все запретное хочется попробовать? Здесь марихуана будет в принципе доступна каждому, если ты ее легально покупаешь. Может быть это сыграет на снижение количества случаев употребления марихуаны среди подростков? Я бы так не сказал, не думаю. Потому что наркотики известны уже многие тысячи лет. И никогда это не было эпидемией. Их доступность никогда не была причиной, скажем так, распространения. Распространение происходит и употребление из-за, скажем так, идеологии некоторой в среде молодежи. Если это модно, они будут употреблять наркотики. Как с курением, допустим. В какой-то момент это стало модно, это стало принято, и люди стали приобретать табачные изделия. Вот вспомните даже в прошлом, да и сейчас, продажи табачных изделий до какого-то возраста. Не случайно. Просто потому, что курение модно. Модно в кавычках. Но я думаю, здесь тоже будут какие-то возрастные ограничения. Я не думаю, что человек 12 лет сможет приобрести каннабис. Я думаю, что канадское законодательство об этом позаботится. Пока еще мы не знаем, что именно нам предстоит и чего именно ожидать. А как ты относишься к тому, что по показателям других стран уровень преступности падает, когда каннабис легализован в стране? Уровень преступности имеется в виду, вероятно, некоторые американские штаты, которые легализовали марихуану. Так вот, все эти штаты, или большинство из них, это как ни странно, штаты, где голосовали за демократов. И мне кажется, что вся эта статистика это большой-большой фейк, который они используют. Но нет статистики о том, что употребление наркотиков ведет к каким-то позитивным изменениям в обществе. И наоборот, вот приведу пример Сингапур, одна из наиболее процветающих стран Азии. Вот там происходит жесточайшая борьба с наркотиками, вплоть до смертной казни. И они развиваются. Они развиваются, я считаю, что отчасти из-за того, что у них такое суровое законодательство. Ну, смотри, Миша, тебе известно, что все-таки опыт других государств, того же Уругвая или США, показывает, что преступность падает. То есть одно дело то, что ты думаешь, другое дело то, что говорит статистика. И 10 штатов США, несмотря на запрет в целом по стране, легализовали у себя производство и употребление марихуаны. И от этого только выиграли. Выиграли причем все государства, которые получают дополнительные налоги. Рабочие места появляются, если мы говорим о производстве марихуаны. И уменьшение криминалов пограничных с Мексикой в Штатах. В чем проблема? Я не понимаю, в чем сложность состоит? Почему все-таки ты не согласен с этим? Сложность в том, как я сказал, что это фейк, то, что они говорят, это не правда, это не может быть правдой, я объясню почему. Сначала мы будем использовать логику, а потом перейдем к доказательствам. Логика о чем говорит? Если бы наркотики были безопасны или даже полезны, то их бы как картошку легализовали бы повсеместно. Все-таки есть какие-то причины, почему большинство, подавляющее большинство стран и тех же американских штатов против легализации наркотиков. Не наркотиков, мы сейчас говорим про... Марихуаны, даже марихуаны. То есть большинство, тем не менее, против. Почему? Ну, вот представьте. Значит, есть рабочие дополнительные места, то есть это приносит какие-то деньги в бюджет. Но они не говорят о том, какой ущерб наносят. Допустим, произошло дорожно-транспортное происшествие человека, который под кайфом, который накурился. Значит, что происходит? Во-первых, это ущерб имуществу людей, это ущерб здоровью, это потеря временной работоспособности. Это сколько должны и страховые компании, и государства вкладывать, чтобы или минимизировать, или ликвидировать как-то этот ущерб. И мало того, а представьте, если человек, который легально купил марихуану, скажем, сел потом, пошел на работу, сел вот в башенный кран и начал что-то делать. Или пошел чинить лифт в многоэтажном здании. То же самое можно сказать про алкоголь. Да, именно так. Ну... Только, правильно, вот смотрите, сколько полиция борется с алкоголиками, с пьяными водителями. Но там хотя бы алкотестеры есть. Так. А с марихуаной что делать? В США есть специальный аппарат, которым измеряют количество, я не знаю, там, каких-то веществ. То есть, если ты покурил... И то же самое будет в Канаде введено. То есть, в Канаде, если тебя останавливает полицейский, вот с октября месяца, скорее всего, так и будет. Но это точно будет. С какой даты, пока непонятно. Тебя имеет право остановить полицейский и проверить, сделать тест на курение марихуаны, если ты покурил перед тем, как ты сел за руль и в каком количестве. И Манитоба, допустим, предусматривает высокие штрафы. То есть, это все находится в разработке. Я думаю, что все равно будут какие-то ограничения. Правильно. То есть... В первую очередь, это будет бить по нашим карманам. То есть, если ты сел за руль в таком состоянии, или ты провозишь каннабис у себя в машине, ты получаешь штраф. Вот я хочу очень посмотреть, как полиция вообще все это будет доказывать. Значит, марихуана легализована. Во-первых, чтобы остановить автомобиль, это, кстати, не так просто. Полиция, она не может остановить любой автомобиль по какой-то... Ну вот, захотелось ему, полицейскому, остановить. То есть, у него должны быть причины. Допустим, он нашел какую-то причину и остановил автомобиль. И нашел в нем каннабис. А водитель говорит, я вполне легально зашел и вот купил себе только что каннабис. И еду домой с ним. И... Дальше. Что дальше? Какое действие полиции? Я думаю, что это вопрос к полицейским. Мы пока не можем дать ответа. А вот в том-то и дело, что это вопрос не к полицейским. Потому что наши мудрые законодатели, они принимают какие-то законы? Они принимают. А ребята, которые выходят каждый день на улицу патрулировать, они будут это расхлебывать. Я не очень представляю, как они это будут расхлебывать. Потому что ситуация действительно очень сложная. Ну, закон, значит. Нельзя садиться за руль сразу же после употребления марихуаны. А как определить, он только что или он 15 минут назад употреблял марихуану или 20 минут? Где вот эти временные рамки? Я думаю, что это будет большая-большая головная боль. И плюс, опять же, вот мы говорили о экономической выгоде. Так это экономически, наоборот, невыгодно. Потому что полицию придется оборудовать дополнительными электронными устройствами это вложение. Ну, так а представляешь, сколько денег с продажи каннабиса, легальной продажи каннабиса, будет поступать в государственную казну? Это перекроет все расходы на какое-то дополнительное оборудование для полицейских? Не перекроет, никак не может перекроет. Потому что, во-первых, что произойдет? Сейчас, знаете, какие дела наибольшие, чем суды забиты? Чем канадские суды забиты? Какими делами? Ни убийствами, ни каким-то там террором, ничем. Они забиты вот именно пойманными пьяными водителями. А тут, то есть, суды и так не справляются. И осудить человека, который был пьяный за рулем, совсем не так просто, как это кажется. Это, на самом деле, очень сложная процедура. Что делают адвокаты? Вот я читал. Они буквально придираются ко всему. Аппарат, который измерял уровень алкоголя в крови. Когда он прошел проверку техническую. И если он не прошел вовремя, то дело против водителя уже надо закрывать. А что значит, он прошел? Это значит, надо нанимать техника, специально обученного человека и так далее, эксперта. То есть, это будут огромные расходы. Плюс, как я сказал, разные нарушения и преступления, которые совершены под воздействием той же марихуаны. И вдобавок, что я хочу еще сказать, что марихуана, как известно, это наркотик подскока. Когда молодые люди используют марихуану в течение, понятно, с одного раза ничего не производят, но если он постоянно использует, через какое-то очень, может быть, небольшое время он пересядет на более тяжелый наркотик. Велика вероятность, что он пересядет на кокаин или мед или что-то такое. Это наркотик подскока. То есть, ущерб будет гигантский. Плюс, также, медики говорят, что велика вероятность развития каких-то умственных. Я об этом слышала и читала. А вот как раз таки о том, как марихуана влияет на здоровье, мы поговорим после паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Журналисты». Это Таир Тищева и Михаил Спивак. И мы продолжаем разговор о легализации марихуаны в Канаде. И поговорим о здоровье. Все-таки в медицине марихуана используется давно. И сегодня ее успешно употребляют люди с серьезными онкозаболеваниями. И не только. Я не буду вдаваться в эти подробности. А недавно ученые даже подтвердили, что каннабис помогает предотвратить, например, диабет. Что ты на это скажешь? Я на это скажу, что, возможно, журналисты что-то перепутали, когда писали об этом информацию. Значит, диабет. Существует двух видов диабета. Первый вид диабета, он возникает в основном у детей или подростков. Это аутоиммунное заболевание. Ученые до сих пор не знают, что является триггером, спусковым крючком этого заболевания. Так что говорить о том, что марихуана может что-то или навредить, или предотвратить, нет. Второй диабет, он возникает у людей более старшего возраста, чаще. Но, как правило, он возникает из-за ожирения. И опять же, марихуана к этому не имеет отношения. О чем может идти речь о диабетической ретинопатии? Это такое состояние человека, ну, грубо говоря, из-за повышенного сахара в крови возникают вздутия и какие-то опухоли в глазной сетчатке. И да, марихуана, она действительно может как-то снять отек. Марихуана может использоваться как обезболивающее вещество. Это правда. Но, как любой препарат такого свойства, марихуана должна быть строго прописана врачом и на какой-то определенный период лечения. Это не то, что должно быть свободное использование. Да, марихуану можно действительно использовать в медицине под надзором врача. Ты знаешь, врачи говорят, что некоторые используют марихуану вместо Виагры. Вот уж чего не знал, того не знал. Ну, с другой стороны, может быть, каким-то престарелым товарищам это и поможет, я не знаю. Разве что ориентироваться на эту категорию граждан. Но, с другой стороны, вот о чем мы говорим, что марихуана, она приводит как к некому подавлению, успокоению. То есть, вряд ли. Виагра, мне кажется, это некое обратное свойство. Ну, я не знаю. Я не сильна в медицине. Не знаю. В этом вопросе мне трудно что-то сказать. Ну, по крайней мере, ты согласен с тем, что легальная продажа сократит черный рынок сбыта марихуаны в Канаде? Я знаю, что легальная продажа, она приведет к тому, что наше государство, наше правительство замечательное, которое на всякие свои авантюры разбазарило госбюджет, станет главным драт-дилером на этом рынке. Вот что произойдет. То есть, им мало, скажем так, наших налогов. Они еще хотят получить и долю в наркотрафике. Насколько я знаю, не только государство будет продавать марихуану онлайн, но ее можно будет также купить и у частников. Вот об этом я тоже упоминала в одном из выпусках наших программ. Ну, и чем это отличается от тех частников, которые сейчас только нелегально продают? Ну, мы посмотрим, как это будет работать на самом деле. Я думаю, что легализация марихуаны не означает, что найти ее можно будет за любым углом. Например, в провинции Манитоба уже опубликован список нарушений, связанных именно с будущей легализацией, за которые придется отвечать и дорого платить. Вот, послушайте, если ты решишь угостить травкой человека в возрасте до 19 лет или попытаешься вырастить кустик каннабиса у себя дома, то тебе придется заплатить 2542 доллара. Курение травки в провинциальных парках обойдется в 672 доллара. Если каннабис найдут у тебя в машине, 237 долларов. Тебя остановил полицейский, и ты только что покурил 672 доллара. Ну, и так далее. То есть ограничения все-таки имеются. Я думаю, что не каждому захочется брать на себя такой риск и выкладывать несколько сотен канадских долларов за какое-то сомнительное удовольствие. Ну, во-первых, довольно смешные цифры, потому что не 2500, не 2600, а 2542. Ребята, которые придумывали этот закон и высчитывали уровень штрафа, они, наверное, очень сильно затягивались и пускали в потолок к рубочке дыма. Ну, откуда такое? Ну, не важно. А если серьезно, мы уже говорили про машину, да? Значит, человек пришел, купил каннабис, едет себе домой, его останавливает полицейский. Что такое? Почему у вас в машине каннабис? Да потому что я его только что купил. Еще вопросы есть, офицер? Нет? До свидания. Это во-первых. Во-вторых, угостил кого-то младше 19 лет. Фактически продал кому-то. Кто младше 19 лет? Распространил. Незаконно, нелегально распространил. Да. И как же полицейский будет доказывать? Как вот он докажет, что этот молодой не нашел где-то рядом с аптекой, или где там они будут распространять, не купил? Как они вообще, полицейские, будут? Я говорю, в нашей правоохранительной системе это добавится огромное количество головной дополнительной боли. У них и так хватает всякой головной боли с нелегализованной марихуаной и прочими наркотиками. А сейчас они просто, полицейские просто не смогут доказать. Что значит только что покурил? Только что это, я говорю, 10 минут назад, это 20 минут назад, полчаса назад. Понятие очень растяжимое. Те, кто придумывают законы, они мыслят глобально, они в детали не вникают. А зря, потому что в деталях как раз и кроется сам дьявол. Ну что ж, я не верю в то, что полный запрет на употребление решит проблему. Я так понимаю, что ты адвокат именно этой позиции, Миша. В странах, где марихуана запрещена, ее пробовал каждый первый. Я не считаю, что при помощи одних только запретов, полиции или судов, можно решить проблему наркомании. Наркомания это социальная проблема, это такой социальный вирус. Мы же сейчас не говорим о наркомании. А это наркомания, это, скажем так, дверь в наркоманию, дверь в большой мир грез. Опять же, вот взять наркоманов, взять тех же любителей, скажем, употребителей марихуаны. То есть, это человек, который не хочет взрослеть. Что такое употребление вообще наркотиков, любых наркотиков, будь то марихуаны или более тяжелые наркотики. Это попытка убежать из нашего мира, убежать от ответственности. Не заводить семью, не работать, сидеть где-то на вэлфоре или на каком-то пособии, или по минимуму работать. Вот что такое наркомания. Наркоман это личность, как минимум, асоциальная. Это как минимум, если не социопат. То есть, и когда эта проблема становится массовой, то тут полиция, это только полиция, суды, карательная система. Это только одна часть. Это как вот отделять от здоровой плоти зараженную, но лечить, конечно же, это система образования, система воспитания. Это законы какие-то, которые поощряют, может быть, спорт для молодежи, какие-то устремления. Скажем, в первой половине 20 века не было такой прям наркомании. Почему? Потому что в обществе была некая цель. В той же Америке, вот возьмем Америку тех лет, первой половины 20 века, что было тогда, ну, как бы считалось здорово, важно. Это был парень из глубинки, который приехал в большой город и добился... Ну, большая американская мечта. Большая американская мечта. С конца 60-х, примерно начало 70-х годов, культура каким-то образом подменилась антикультурой. То есть, вот выступления хиппи, давай наркотики, личность превыше общества и так далее. И вот сейчас это просто продолжение той истории, которая началась там 40 с лишним лет назад. Ну, давай поговорим об этом спустя несколько месяцев. Сейчас просто понаблюдаем, как это все будет развиваться и как это отразится на обществе. Может быть, ты изменишь свою позицию или я поменяю свою. Поживем-увидим. И спасибо тебе за интересную дискуссию. С вами были Тайя Артищева и Михаил Спилак. Вы смотрели программу «Журналисты». Смотрите канал РТВ. 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 РТВ.